Про этот турецкий рыболовный сейнер в воскресенье писали все информагентства мира. Через три недели после того, как Турция сбила Су-24 ВВС России, сторожевой крейсер «Сметливый» открыл огонь по этому судну в Игейском море. В Москве заявили, что возникла угроза столкновения. Команда сейнера не выходила на связь, поэтому экипаж военного корабля открыл предупредительный огонь из стрелкового оружия, цитата, на расстоянии гарантированного непоражения. По прибытии в порт Чанак-Калена, побережье пролива Дарданеллы, капитан сейнера Музафер Гечиджи заявил, что он вообще не заметил российский корабль. Мы видели какие-то корабли, но не знали, какой стране они принадлежат. Мы шли мимо, ловили рыбу и спали. А потом мы узнали, что российский корабль сделал в нашу сторону несколько предупредительных выстрелов. Но мы даже не слышали этих выстрелов. Моя команда спрашивала, какой стране этот корабль принадлежит. Я им сказал, это, наверное, не турецкий корабль. Возможно, корабль НАТО. Мы не обратили на него внимания. А вечером нам сказали, что по нам открыл огонь российский корабль. Но мы ничего такого не видели. Предположим, я мог чего-то не заметить. Ну как такое же могло случиться со всей командой? В заявлении Минобороны России сказано, что сейнер прошел на расстоянии 500 метров от сметливого. И после предупредительных выстрелов резко изменил курс. Но, по словам капитана, его судно прошло на расстоянии в морскую милю. Это почти два километра от российского корабля. Он также заявил, что после инцидента береговая охрана Турции исследовала маршрут сейнера. А пограничникам он передал все записи с камер видеонаблюдения. Военного атташе Турции в Москве после инцидента вызвали в Минобороны. Там Ахмеда Гюнеша предупредили о, цитата, «пагубных последствиях действия Анкары в отношении российских военных». Глава МИД Турции Мевлюд Чавушаглу в интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» заявил, что терпение его страны не безгранично.